День Республики 105 лет Абазашти Ногай Довысы 85 Финальные соревнования в Донбайе определили лучшего боксера, кто представит Карачево-Черкесию на чемпионате России Здравствуйте, в эфире телеканала Россия 24, Карачево-Черкесия Накануне глава Республики Рашид Семрезов провел совещание по вопросу безопасности детей, которые сейчас централизованно отдыхают в Крыму Буквально на днях из Карачева-Черкесии на летний оздоровительный отдых в Артек поехали 17 школьников Министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов доложил, что постоянно на связи с родителями детей и с руководством лагеря Рашид Семрезов поручил министру по делам молодежи Республики и дальше тесно взаимодействовать с родителями и представителями Артека А также обеспечить организованное возвращение детей домой после смены, которая заканчивается 4 августа Клава региона выразил соболезнования родным и близким семьи, погибшей в результате теракта на Крымском мосту И пожелал скорейшего выздоровления ребенку В Архуизе завершился всероссийский форум «Мой бизнес» Старт мероприятия проводится уже в третий раз Первые две встречи носили региональный характер На этот раз форум получил федеральный статус На одной площадке встретились представители бизнес-сообщества и органов госвласти со всей России Почему местом проведения форума определили Архуизы и какой вопрос стал самым актуальным в диалоге между властью и бизнесом, расскажет Альбина Ламкова Все боялись что-то делать, мы открывали гостиницу И на сегодняшний день я могу сказать, что из предпринимателей сферы туризма один из лучших Этим можно даже похвастаться Возможен ли диалог между властью и бизнесом? И что нужно, чтобы был хороший результат? Диалог всегда возможен, власть должна слышать бизнес, бизнес должен слышать власть Айубхан Саидов твердо уверен, что развитие бизнеса с помощью действенных государственных инструментов всегда дает хороший результат Он владелец гостиничного комплекса и туристического агентства Начал предпринимательскую деятельность в сфере туризма в 2008 году Первую гостиницу открыл в 2015 Затем вторую в 2020 году Во время пандемии, когда весь мир переживал не лучшие времена, я рискнул, отметил Айубхан Саидов Его уверенность, знания и профессионализм дают хорошие плоды Площадка форума собрала предпринимателей со всей России Открытый конструктивный диалог бизнеса и власти необходим для эффективного развития экономики в регионах Очень важно, чтобы предприниматели и властные структуры брали на себя определенные обязательства друг перед другом И своевременно выполняли их Только в этом случае можно будет говорить о взаимном доверии власти и бизнеса Тема «Кадры в экономике будут люди, будет бизнес» выбрана не случайно Наш рынок переживает глобальные изменения Развитие импортозамещения в сферах производства, IT, туризма и многих других требует постоянного кадрового насыщения Поэтому одним из ключевых конкурентных преимуществ для предприятий, в том числе для малого и среднего бизнеса Будут квалифицированные кадры Подчеркнула заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова Не случайно эта тема была поднята именно в Архизе Архиз – это активно развивающееся туристическое место, место притяжения Сегодня обсуждали, как использовать различные инструменты, которые идут по различным ведомствам Не только по линии Министерства экономического развития федерального или регионального А и по линии Минтруда, по линии системы образования и так далее Как использовать эти инструменты для достижения общих целей, достижения синергетических эффектов Как максимально использовать бюджетные средства Уровень сервиса и положительных эмоций предпринимателей принял на себя Архиз в течение недели До Всероссийского форума «Мой бизнес-старт» на территории поселка Романтик провели форумы «Мой бизнес-лагерь» Организатором мероприятий выступило Министерство экономического развития России Совместно с правительством Корчаева Черкесии в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Результатом работы стали позитивные отзывы участников форума У всех была возможность не только поработать, но и посмотреть на красоту природы и немножечко отдохнуть Участники мероприятия сошлись во мнении, что сейчас особенно важно обеспечить регион востребованными кадрами Если говорить о сфере туризма, то в этой отрасли необходимо создать действенные социально значимые программы по обучению профессионалов Важно поддерживать разумные предложения, чтобы предприниматель в развитии бизнеса имел успех Что благоприятно скажется в становлении и развитии экономики нашей республики Альбина Ламкова, Анастасия Лой, Вести Корчаева, Черкесия, Архыз Курорт Архыз до конца года защитят от затопления Досрочно завершить расчистку 12 километров русла реки Архыз в лунной поляне и романтике Поручил глава республики Министерство природных ресурсов и экологии в ходе своего послания Народному собранию Работа по защите от затопления – часть комплексного плана по развитию всесезонного горного курорта Русло предстоит избавить от наносов, которые затрутняют течение и вызывают мгновенный подъем воды Расчистка позволит предотвратить возможный ущерб от затопления На троих 275 лет филармонии прошло торжество, посвященное юбилеям трех республиканских газет В Дню Республики исполнилось 105 лет. Газете Абазашта и Ногай Давысы – 85. Подробнее расскажет Дарья Тендит Многое изменилось за годы существования газет Менялись названия, объемы тиража, полиграфическое исполнение, тематика публикации Но оставалась главная объективность и профессионализм Глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов направил свои поздравления коллективам газет-юбиляров Зачитал приветственное письмо заместитель председателя правительства республики Джанибек Суюнов Он вручил редакторам благодарственные письма от руководителя региона Уважаемые журналисты, на ваших плечах лежит особая ответственность за слово Поскольку именно вы формируете информационное поле для жителей Карачаева Черкесии В этот торжественный праздничный день примите искренние слова благодарности За ваш добросовестный труд, преданность выбранному делу За 85 лет газеты Абазашта и Нагайдавысы прошли нелёгкий путь Они были и остаются летописью жизни народа Голосом эпохи, правдиво отражающим события времени Национальные газеты – это фундамент и образец журналистского мастерства Они направлены на развитие родного языка, сохранение этнического самосознания И пропаганду патриотических ценностей К юбилею мы подошли, я думаю, с небольшим успехом Но он стабильный Мы сохранили тираж нашей газеты Раз нас читают, раз нашу газету выписывают, значит мы нужны И то дело, которому мы отдаём и силы, и время, и здоровье Оно ценится нашими читателями положительно За всё время существования газета «День республики» приобрела репутацию издания с мощным профессиональным потенциалом и высокой журналистской культурой Газета выходит три раза в неделю в печатном виде Также существует электронная версия, ведь издание идёт ногу со временем и продолжает развиваться по сей день Сегодня хороший повод, чтобы поздравить всех журналистов, которые сегодня празднуют свои юбилеи И самое главное, самое главное, это наших читателей, которые остаются с нами, которые нас читают, которые интересуются тем, что происходит в республике Я думаю, что вместе мы потихонечку строим ту красивую республику, которую мы с вами заслужили Эти газеты стали любимыми изданиями для нескольких поколений читателей Из них узнавали самые важные новости о жизни региона и всей большой страны В этот день было не только множество пожеланий и подарков, но и творческих поздравлений В честь юбилея газет состоялся праздничный концерт Дарья Тендит, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия Отборный чемпионат России по боксу состоялся впервые в Карачаево-Черкесии О том, где и как прошли финальные соревнования, расскажет Алла Качи Показать свой характер и мастерство Десятки лучших боксеров, которые прошли в финал всероссийских соревнований Собрались в курортном поселке Домбай Сегодняшние бои определяют, кому же достанется путевка на чемпионат России Здесь проходят всероссийские соревнования В Скультурно-оспортивное общество профсоюзов России Среди мужчин 19-40 лет Эти соревнования являются отборочными к чемпионату России Участвуют команды из 14 регионов России Более 50 человек Сегодня будут проходить финальные бои в 10 весовых категориях Чемпионат профсоюзов России проходит в Карачаево-Черкесии впервые В финале участвуют практически профессионалы Члены сборной страны, мастера спорта Сейчас не так много регионов, не так много организаций Которые могут провести соревнования Это связано в основном с финансированием Здесь ребята, есть спонсоры, есть помощники Живут, питаются, соревнования, все в одном месте Не надо никуда ездить Это очень удобно и комфортно для участников Опытные боксеры периодически меняют свою стойку То для более эффективной защиты, то для атаки Не забывают спортсмены и о контрударах, которые необходимо наносить Достаточно на высоком уровне соревнования Очень хороший спорткомплекс Донбай, сам курорт очень красивый Хороший воздух, свежий, как говорится, дышится прекрасно Соперники очень достойные, на хорошем уровне Как говорится, пускай победит сильнейший В Карачаево-Черкесию в финале представляют два спортсмена Али Баташев и Амита Секкуев В ходе упорных боев Али уступил боксеру из Дагестана Махачу Исупову и стал серебряным призером А другой наш спортсмен Амина Секкуев весовой категории 86 килограммов уверенно выиграл у соперника из Дагестана Шарабуддина Келеметова Не только физическая, но и умственная выносливость Очень важны в боксе, считает победитель чемпионата СКФО, вооруженных сил и международных турниров К этим соревнованиям Амит готовился месяц Чтобы хорошим боксером стать, нужно, чтобы сошлись много качеств воедино То есть тут и психологическая составляющая, и финансовая нужна обязательно И, конечно же, подготовка Но в первую очередь стремление, желание И постоянно тренироваться, дисциплинированным быть Ну это основа Теперь победитель всероссийских соревнований чемпионата Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов России Среди мужчин Амина Секкуев будет готовиться к чемпионату России Который пройдет в августе в Хабаровске Алла Качива, Олег Молхожев, Вести Карачева, Черкесия, Дамбай В нашем регионе в зимний и летний сезон туристам доступно 77 живописных маршрутов Для начинающих и более опытных путешественников Большинство популярных маршрутов находятся в Архазии и Дамбай За первые полугодия курорт Карачева-Черкесии посетил свыше 1 миллиона туристов Безопасность – приоритет Полиция в этом направлении продолжает оперативно-профилактические мероприятия В ходе своих рейдов сотрудники полиции обращают особое внимание на техническое состояние транспортных средств повышенной проходимости Задействованы в пассажирских перевозках А также на автомобили, в конструкцию которых внесены изменения без разрешения ГИБДТ Проводим беседы с туристами, особенно в ночное время, чтобы соблюдали скоростной режим Так как у нас в районе очень много крупнорогатого скота На трассу бывают выходят, чтобы были внимательны Так, в общем, бывает все Скажите, пожалуйста, вы сказали, что проводите профилактические мероприятия, они помогают? Да, конечно, помогают Выявляем все нарушения В будущем уже люди понимают, что за этим следуют и стараются уже не нарушать Объясняем им тоже За что предусмотрена самая большая сумма штрафа? Самая большая сумма штрафа Повторно, то, что сел за руль в опьянении Это уже уголовка идет, 264 статья Это первый раз, если он попадется, там большой штраф уже идет Второй раз, если опять по 264 попадется, там уже у него поселение пойдет Самое злостное это, ну сейчас не только за пьянку, сейчас и за встречную полосу И то, что лишенный несколько раз попался То же самое уже предусмотрена уголовная ответственность Поэтому сейчас и водители умнее стали и стараются поменьше нарушать Поэтому обращаем им тоже внимание, объясняем это все Чтобы в дальнейшем знали, что им грозит На вопросы по обеспечению безопасности на дорогах в Зеленчугском районе И каким должен быть сотрудник госавтоинспекции для туристов Чтобы не отбить желание возвращаться на курорт Карачева-Черкесии Ответил государственный инспектор ГИБДД Роман Хубиев Интервью смотрите далее, а наш выпуск завершен Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!